Сегодня Вести Урал и благотворительная организация РУСФОНД подводит итоги совместной работы. Каждую неделю в течение двух с половиной месяцев мы рассказывали о детях, которым необходима помощь. И она к ним пришла благодаря вам, телезрителям, которые не смогли остаться в стороне. Мария Колтышева о результатах акции. На этой неделе пациентками Свердловской областной больницы номер один стали сразу две героини наших сюжетов. У Леры Панасенко и Олеси Кривых был диагностирован врожденный порог сердца. Но теперь они смогут встретить Новый год абсолютно здоровыми. На деньги благотворители для них купили специальное устройство – оклюдер. На днях Олеси провели бесплатную операцию и закрыли артериальный проток. Лере такую операцию сделали уже сегодня. Сотрудничество организаций с больницей позволяет спасать больше детских жизней. Мы оперируем их и в рамках бюджета, но чтобы дополнительно прооперировать еще 50, 60, 70 больных, РУСФОНД помогает нам с этим расходным материалом. Это их вылечит. По сути дела эти дети излечиваются от врожденного порога сердца. Постепенно они полностью адаптируются к жизни и будут вести нормальный образ жизни взрослого человека. За два с половиной месяца вместе с благотворительной организацией РУСФОНД в эфире нашего телеканала мы рассказали истории о пяти детях, которые нуждались в помощи неравнодушных людей. В результате каждому из них удалось собрать необходимую сумму на лечение или операцию. Собрали около 800 тысяч. Это очень неплохая сумма. Причем доля значительных средств это благодаря сюжетам наших главных партнеров. Это граждане, которые жертвуют свои средства тяжелобольным детям. Кроме Олеси и Леры мы рассказали и про Диму Пургина и Арсена Аюмбекова. Оба мальчика страдают от детского церебрального пролеча. Для них благотворители помогли собрать по 200 тысяч рублей. Эти деньги пойдут им на лечение в московской клинике. Еще один наш сюжет был посвящен Насте Малых с врожденным пороком сердца. Сбор денег для нее завершился буквально вчера. И теперь малышка ждет операцию. Ее проведут в начале 2015 года. Мария Колтышева, Владимир Любимов, Александр Жанников и Денис Лазарев. Вести Урал.